Ваше имя? Как настроение? Своим хорошим настроением собаки способны заражать, поэтому с ними и жить веселее, чем без них, объясняет хозяин пули, актер театра кукол Олег Тимофеев. Впрочем, он не планировал заводить питомца, но так распорядилась судьба. Эту собаку я нашел на улице, она ко мне подошла сама, и я говорю, ну все, пойдем ко мне. А вот Елизавета Казакова завела ритмера Джессику намеренно. Год назад пришло понимание, что кроме двух сыновей непременно нужен еще один – четвероногий член семьи. С приходом в дом Джесси все действительно стало иным, отмечает Елизавета. Я не могу жить без животных, я решила завести собаку. Моя подружка, я ее так называю, она со мной спит, мы вместе едим, не знаю, мы гуляем. Она собака-компаньон, неважно, что ты будешь делать, она всегда будет с тобой, всегда будет рядом, обидел ты ее, там, не знаю, поругал, она все равно придет, попросится, и ты будешь ее любить всегда, она тебя. Многие столетия человек жил бок о бок с домашними животными. Но раньше в этом была житейская необходимость, сохранность вещей и собственная безопасность, защита от грызунов. А теперь люди заводят питомцев скорее из эмоционального порыва. Любовь к тем или иным животным уверен кинолог. Автор программы «Хочу домой» Виталий Рылеев рождается вместе с человеком на уровне генетики. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. То есть, я думаю, наверное, сейчас настало такое время, когда люди находят вот эту самую отдушину, они немножко закрываются в себе, закрывают свой мир для общения с другими людьми, но открывают свой мир для общения с животными, собаками, обезьянками, какими-то экзотическими животными. Или кошкам. Кошатников, по оценкам социологов, свыше 40% на планете. По словам Анатолия Головко, характер усатых-полосатых его привлекает больше. Кошки самостоятельнее, спокойнее и более покладистые. Два года назад кота по кличке Кот они решили взять с супругой из приюта. И животное спасли, и друга обрели. Они ничуть не хуже, чем породистые коты, поэтому, если будете заводить домашних питомцев, пожалуйста, сходите в приют, не будете тратить деньги и найдете себе хорошего друга. Жизнь, безусловно, преобразилась с появлением котика в нашей жизни, потому что у нас детей нет, и вся любовь достается ему. По оценкам специалистов, на земле больше собачников, чем любители кошек. По мнению психологов, кошек предпочитают в основном интроверты. Внешне сдержанные, не испытывающие потребность покомандовать и склонные к уединению. А вот собачники, наоборот, открытые, компанейские и дисциплинированные. Но сегодня все чаще заводят и тех, и других. Люди, которые заводят кошек, чаще всего они хотят эмоциональной разрядки, они хотят любви и ласки, которые они получают от этих животных. А те, которые заводят собак, они хотят иметь друга и хотят, наоборот, чтобы их любили и защищали, и в свободное время могли даже с ними вместе прогуливаться. По подсчетам аналитиков, почти в каждой второй российской семье имеется хотя бы один домашний питомец. Чаще всего их заводят для социализации детей. И это очень хорошо, комментируют психологи. Сегодня активно развивается педтерапия – метод лечения психики через общение с животными. Ее активно применяют, например, во время реабилитации после тяжелых заболеваний, при работе со страхами и снятии симптомов психических расстройств.